Так, вам нужно срочно, срочно-срочно делать курсы здесь по плаванию, делать какой-то режим. Я все еще здесь сижу, но скоро уже придут наши рыбки золотые, которые там плавают. Я посмотрела на расценки здесь. Здесь, кстати, также можно покушать. Кто курит на улице, покурить. Кто кофе хочет, пожалуйста, все это здесь есть. Когда вы сюда приходите, здесь не продают купальники, но здесь продают вот это все. Штуку, мячики и так далее. Смотрите, можно купить карту на день. Я просто хочу сейчас вам цены показать. Какие здесь цены? Такс-карт. Это карты на целый день. Дети от 3 до 16 лет. Со вторника по пятницу. Потому что выходные немножечко дороже, на евро дороже. А понедельник у них закрыто. Кстати, жалко. Я бы с радостью ходила в понедельник. Это примерно 6 евро. Можно прийти с семьей. Вот я сейчас, например, конкретно задала вопросы. Что значит с семьей? Сколько людей я могу привезти на семейную карту? Два взрослых и два ребенка. Либо один взрослый и три ребенка. Тогда вы в будние дни, кроме понедельника, потому что здесь закрыто, платите 17 евро, а в воскресенье, соответственно, суббота, воскресенье на евро больше. Даже немножко больше, 18.70. И тогда вы здесь остаетесь на целый день. Кстати, вот по поводу того, на целый ли день, нужно спросить, потому что когда была корона, когда был локдаун, то они разрешали только три часа здесь находиться. Тоже интересно. Мне кажется, что нужно просто в штате узнать, но я позвоню их руководству, то есть прошу, потому что мне кажется, что для людей, которые получают пособие по безработице, например, либо вот в нашей ситуации украинские семьи, мне кажется, там будет какая-то скидка. У них, кстати, есть даже водная гимнастика бесплатная здесь, вот они пишут. А если вы свою карточку пополняете, если вы здесь заведете карту, и вы, например, ее на 200 евро пополните, то у вас будет 15% скидка. На 150 евро 12, и на 100 евро 10% скидка. Интересно, будем знать, что на дни рождения дарить тем, кто плавать любит и умеет. Ладненько, я жду, значит, рыбок золотых, а потом посмотрим, какие у них будут впечатления. Здравствуйте, всем привет, встретила своих золотых рыбок. Это Ваня, большая рыба в нашем аквариуме. Всем привет, все счастливы. Это бабушка наша, которая их вытерпела. Пошли, ты привет. Всем привет. Привет. Привет, витаема, мы из Украины. Посмотрите, здесь даже Борисполь, вот униформа есть. Варя, Любовь Васильевна. Как зовут? Богдана. Богдана. И Вита. И Вита, Вита, которая в комментариях сегодня на видео 20 минут объясняла. Напишите, в каком городе вы живете. Я Арсеномка из Днепропетровска. Тема, тема, скажи, тема, скажи, ну не говори, ладно. Бог с тобой. Алечка, Оля. Так, в общем, вот такой вот. Вот такой дружной семьей мы сегодня посетили бассейн. У меня, честно говоря, желание, надо как-то в какое-то воскресенье собрать всех и опять пойти толпой. Я уже у них спросила, говорю. Ой, такие чувства переполненные. Так отдохнули. Что вы делали? Вы плавали? Да. Ну, конечно. И ныряли. И только плавали. Класс. Спасибо большое за организацию. Не за что. Не за что. Не за что. Бездан. Бездан. Это вы мне звонили и говорили. Вы поняли? Я китала новые люди тут. Любовь Васильевна тоже подходит к моему сыну, говорит. Ихайся, Любовь. Вот, пожалуйста. Полтора месяца вы здесь. Племяшка мой вот там вот такой маленький-маленький. Он похож чем-то на магнитик с холодильника, правда? А Варя вообще молодец. Варя, ты по-английски говоришь, правильно? Тоже, да. Будем. Я вас всех целую, обнимаю, делаю паузу. Так, мы всех отвезли, развезли. Теперь уже я нахожусь в Сальцгитере. Мы договорились о том, что в воскресенье мы приходим в бассейн. Я уже говорила, какая там стоимость. Два взрослых, два ребенка. 18.70 это будет в воскресенье. Девчонки, кто живет в Сальцгитере? Мы собираемся примерно в 14.00. В Сальцгитер-Лебенштадт. Лебенштадт, не Бат, Сальцгитер-Лебенштадт. Приходите с детками, познакомимся, кого еще не знаем. С собой можете в бассейн брать также водичку и какие-то вот бродозы, вот эти вот боксы, ланчбоксы. Это разрешено с собой брать. Помимо этого там можно еще мороженое взять, такие все дела. Поэтому кто может, приходите, будем рады. Когда увидите там нашу веселую компанию, то обязательно подходите, не стесняйтесь. Говорите, что вы к нам, чтобы мы знали, потому что в Сальцгитере очень многие, как бы, ну, я же говорю, в Сальцгитере проще найти тех, кто говорит не по-немецки. Поэтому я буду всем рада, мы договорились, что мы, ну, примерно плюс-минус, знаете, как, когда маленькие дети, то это сложно прогнозировать. Там буду я четко там в 14.00, но в любом случае, скажем так, в 15.00 я буду 100% в бассейне, на этот раз возьму купальник. Вот, может быть, даже меня будут учить плавать, я не знаю. Я не знаю, можно ли научиться плавать, наверное, можно. Наверное, если сильно захотеть, можно в космос полететь. В общем, мы собираемся опять. Детям, кстати, очень классно и весело, когда вот такой вот компанией со мной придет моя младшенькая, старший не придет, потому что у него там свои планы. Еще попробую выловить. Говорит, нет, другая тренировка, футбол, я не приду. Но, тем не менее, девочки, все, кто живет в Сальцгитере Лебенштейте, либо даже в Сальцгитербаде, там автобусы немножко по-другому ходят. Автобусы по воскресеньям, по-моему, не каждый час, а каждые два часа. Вы выходите возле больницы в Лебенштейте. И затем там уже очень легко найти. У всех есть навигация, там рядом находится бассейн. Вот, поэтому всех жду, рада буду, интересно даже будет, а кто придет. Так, кто у нас там еще есть? Валя, Валя, ты у нас очень активная. Давай с мамой, маму с собой бери, моя мама тоже будет. Бери с собой обязательно маму и давай приезжай. С мамой, с детками, Юля, Лиля, это те, кого я знаю. Кого я не знаю, приходите, не стесняйтесь, будем знакомиться. Потому что детям вообще так классно, когда они вот все вместе в этой компании. Им тогда, ну им в принципе в бассейне не скучно. Но когда еще и такая большая компания, то, естественно, это просто супер. Поэтому я думаю, пока мы организуем курсы по плаванию, теперь у нас есть тренер. Но нужно еще вот эти бюрократические всякие вещи решить. И когда мы это все организуем, тогда уже будем четко знать расписание, списки. Но мне кажется, уже даже по вот этим вот нашим таким экспериментальным встречам уже понятно, кому это будет интересно, кому это будет неинтересно. Мне, я разговаривала с женщиной, которая работает в бассейне. Я ей объяснила, что вот человек тренер по плаванию, мы хотим организовать. Как бы, ну, будем с вашим руководством договариваться. Она говорит, у нас есть курсы по плаванию? Я говорю, здесь немножко другая история. Детки приехали, пока не говорят на этом языке. Им нужно какое-то время адаптироваться. И плюс у нас есть человек, у которого такой потенциал она хочет. Понимаете, она привыкла всю жизнь. Она преподаватель. Она привыкла заниматься. Она активная. Она вообще молодец просто наша Любовь Васильевна. И, в общем, вот такой, понимаете, человек, вот, мне кажется, она даже вот мёртвого может просто взять и промотивировать. Очень активная. Ездят по выходным. И вообще, когда возможность есть, занимаются. Люблю таких активных людей. Поэтому пока эта речь идёт, я им объяснила о том, чтобы сделать украинские группы. Потому что я приходила в детский сад, Кларен, и я спрашивала, можно ли деток там украинских взять в группы. Они говорят, у нас мест нет. Но город задумывается о том, чтобы сделать отдельные такие своего рода кружки, где можно деток собирать, чтобы мамы могли ходить на курсы. Либо на ту же работу. То есть это всё планируется, это всё будет. Не переживайте. Все те, у кого детки школьного возраста, кто в пятый класс идёт, либо с пятого по, ну, давайте скажу сейчас восьмой, может быть, и девятый, десятый учатся, не забывайте, пожалуйста, что детей нужно успеть оформить в эту среднюю школу, если не ошибаюсь, до 12 мая. Все, кто живёт в Зарезгиттере, говорю, школа называется ИГС. Эта школа, ИГС, она примет только 150 детей. Кому интересно, у кого дети этого возраста, пишите в комментариях. Я вам напишу, когда эти термины. Термин – это запись, это встреча, это, например, термин к доктору, термин, там, я не знаю, какие-то документы оформит. Например, я встречаюсь там с кем-то, это у нас там термин в 12.00, там, например, на рыночной площади в Госларе. Но это термин, если это вот что-то, скажем так, не вечеринка, не друзья, вот что-то такое. Вот это всё называется термин. Поэтому я, кому это интересно, я в комментариях напишу, только девчонки, пожалуйста, и те, кто живут в Зарезгиттере, и те, кто, в принципе, меня смотрят в Германии. Во-первых, огромнейшее спасибо за то, что вы делитесь своим опытом. Мне очень понравился комментарий, меня даже вот он, честно говоря, чем-то вот так прям тронул за душу, там, где женщина написала, что 20 лет я прожила в Германии, я была один год безработная, и вот она писала в этом комментарии свой опыт. Это действительно не мёд, потому что там идёт куча предложений на работу, помимо этого вы сами должны писать, анкеты разносить, то есть это нелегко, это непросто сидеть на диване. Я же говорю, вот с того момента, когда вы переходите с социалки на Arbeitsamt, мне кажется, чем вот это вот всё писать и бегать по этим адресам, проще пойти на работу. Работа в Зарезгиттере есть, слава тебе, Господи, и в принципе везде в Германии есть, но спасибо, что вы делитесь своим опытом. Затем кто-то в комментариях написал, как она учила язык, у неё был маленький ребёнок, 6 лет, если я не ошибаюсь. Я просто вами восхищаюсь, и я понимаю это, потому что у меня была история наподобия тоже вашей, и пожалуйста, не обращайте внимания на какие-то там колкие комментарии, я видела, что вам под комментариями там пишут из серии «Вас что здесь похвалить?», лично я вас хвалю, молодцы. А другие люди, они этого понять не могут, потому что они через это не проходили. Когда ты один, нет волонтёров, нет знакомых, нет никого, и у тебя маленький ребёнок с тобой, и пойди найди курсы, пойми, как оформлять эти документы, то есть молодцы. У меня только ко всем, ко всем другим, кто живёт в Германии, делится своим опытом, либо кто приехал и делится, опять-таки, своим опытом, пишите обязательно в комментарии индекс и город на немецком языке, в котором вы живёте, потому что Земля, она настолько круглая, а Германия, она, честно вам скажу, она не такая уж большая. Может быть, кто-то прочитает, это будет человек, с которым вы живёте в одном городе, и он уже будет знать, а как это в вашем городе оформление документов. Помимо этого, вы же таким образом можете между собой знакомиться, знакомьтесь между собой, объединяйтесь, поддерживайте друг друга, помогайте друг другу, потому что вот ввиду этих всех событий, даже я говорю, я не делю уже людей, там, кум, брат, сват, там, двоюродный, троюродный, для меня все, кто приехали из Украины, вот это мне как-то родные люди. Поэтому в комментариях пишите, в каком городе живёте, как у вас проходит, не стесняйтесь, кстати, нам это интересно, потому что у нас в Зальцгиттере одно кино, а в Гослоре совершенно всё по-другому. И обязательно пишите индекс город, чтобы таким образом люди могли ориентироваться. Хорошо? Всем спасибо за комментарии, за активность на канале, мне сейчас нужно золотых рыбок забрать от Лили, мы немножко, наверное, ещё и попьём кофе, и затем завтра тоже будет насыщенный, интересный день, завтра вечером мы едем в украинскую комьюнити, я познакомилась в среду с одной украинской семьёй из Мелитополя, там завтра мы тоже встречаемся, я думаю, я завтра вообще познакомлюсь ещё с большим количеством людей, в общем, поэтому нужно вовремя спать лечь, потому что завтра рано просыпаемся, без опоздания приходим в город Гослар, смотрим, что у нас там с магазинчиком, поливаем цветочки, принимаем радужно наших туристов, украинцы, кто по Гослару ходит и только фотографируется с моей ведьмой, с украинским флагом, и стесняется зайти в магазин, буду ругать, приходите, не стесняйтесь. Кто ещё не смог оформить карты, потому что не нашёл человека, который может вам помочь в банке перевезти, я сейчас отношусь к Гослару, не к Зальцгиттеру, то я могу вам помочь в этом, потому что я с 10 до 14.00 каждый день нахожусь в Госларе. Кто из Зальцгиттера хочет посмотреть Гослар, кто живёт в Зальцгиттере Лебенштейте либо Баде, пишите в комментариях, потому что я каждый божий день езжу из Зальцгиттера Лебенштейт через Зальцгиттер Бад на работу в Гослар. У меня всегда в машине есть 4 свободных места, я могу вас с собой взять, вы можете по городу погулять, в 14.00 вернуться назад к магазину и также я вас привезу обратно и поеду дальше по своим делам. Сегодня вот, например, у меня настолько вплотную были все встречи и термины, я честно вам скажу, даже вот на 10 минут мне нельзя было опоздать, поэтому это сегодня было как бы немножко более насыщенный день, но в основном вот там с понедельника по пятницу не стесняйтесь, пишите, рада буду и давайте не сидите дома, выходите на улицу, погода замечательная, выходите на улицу, общайтесь, знакомьтесь с другими людьми и начинаем немножко это мотивировать, понимаете? Потому что весна идёт, солнышко светит, давайте вылазьте из этих коробок, в которых вы живёте, где не нужно там сидеть, потому что я там себе кроме депрессии ничего не представлю. Вот честно скажу, я даже задумываюсь, вот Зальцгиттер, куда можно пойти кроме озера? Можно поплавать пойти, а можно сесть на автобус, поехать в Гослар, а можно поехать в Брауншвайх, а, кстати, ещё и девчонки организовали читательский клуб, по-моему, так это называется, это те, кто у нас в Зальцгиттере живёт, смотрите внимательно в группе, группа этого цепи называется «Наши савелинные документы Зальцгиттер», то есть там тоже организовывается очень много всего интересного, в мотоцентруме организовывают и кружки, и курсы бесплатные по немецкому языку организовали, то есть все будут добры. Всех целую, обнимаю, пока. Продолжение следует...